Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В далекой от нас с вами Святой Земле есть замечательное место, которое связано с жизнью Господа нашего, потому что жил он в Галилее и в основном проповедовал на берегах так называемого Галилейского моря, которое носит ныне наименование озера Кенерет. И вот на берегу Галилейского моря есть одна такая святыня, которая называется Гора Блаженств. Там сейчас находится Францисканский монастырь. Место, напоминающее райский сад, который возделывается, поливается, там летают почти что райские птицы, какие-то экзотические попугаи. Но, конечно же, примечательно оно не этим. Когда паломник входит на территорию этого монастыря, он идет по аллее, которая ведет его к храму. И на этой аллее находятся стеллы, мраморные стеллы, на которых начертаны слова. Это слова заповеди блаженств. «Блаженны нихи и духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше, подходя уже к храму, паломник прочитывает все заповеди блаженства, и уже входя в храм, молится в этом святом месте. И вот сегодняшний отрывок из Евангелия, это как раз отрывок из той самой Нагорной проповеди Господа нашего, которая начиналась словами о блаженствах. Теми самыми словами, которые мы каждый раз слышим во время совершения божественной службы. Но в заповеди, в Нагорной проповеди есть и такие слова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Святитель Игнатий Бринчининов из Толкова эти слова говорит, что «под телом подразумевается деятельность человека, под оком Господь подразумевает человеческий ум и говорит так. От того направления, которое приобретает ваш ум, зависит вся ваша деятельность. Если ум принял какие-то неправильные мысли, если ум впал в какие-то мудрствования, то вся деятельность человека будет искореженной. Что бы человек ни делал, будет получаться не пойми что. Поэтому очень важно выстраивать свой ум грамотно. А христианин знает, что ум человека должен быть воспитан в евангельских заповедях, в заповедях Священного Писания. Только они могут дать уму твердую опору и те самые точки опоры, которые поддерживают человека на всех путях его жизни. Евангельские заповеди. Если око твое будет светлым, то и все тело твое будет таким же. Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собираются в житнице. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на несколько сантиметров? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что на месте, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут и язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Нередко в Священном Писании, когда мы слышим слова Господни, они идут вразрез с нашим опытом, совершенно. Потому что каждый из нас знает, что нужно позаботиться. Каждый из нас знает, что нужно соломку подстерить. Каждый из нас знает, что нужно какие-то усилия употребить человеческие, чтобы позаботиться о сегодняшнем дне и о завтрашнем. Но вот как на эту тему рассуждает один из святых отцов. Господь воспретил суетные попечения, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царства. Суетные попечения есть не что иное, как недуг души и выражение ее неверия. Потому-то Господь и сказал, маловерные, не заботьтесь душой вашей, что будете есть или что пить, не для тела вашего, во что оденетесь. Возненавидь ненавистную Богу праздность, возлюби возлюбленный Богу труд, но души твои не расслабляй пустую заботливостью, всегда бесполезную и излишнюю, чтобы ты был тверд душой и ревностным делом Божиим в деле твоего спасения. Господь дал обетование доставлять тебе все потребное для временной жизни, свою всемогущую десницу, то есть своим божественным промыслом. Веря в божественный промысл, уповая на божественный промысл, будем как можно чаще возносить наши краткие молитвы. Слава тебе, Господи, за все, за все слава Богу, за все Тебя, Господи, благодарим и верить, что Господь воистину не посрамляет уповающих на Него. Аминь.